Добрый день, друзья! Спасибо, что заглянули на мой канал. Перед вами посылка, значит, будет обзор саженцев роз. Я, честно говоря, очень удивлена. Мне казалось, что я уже все получила, что можно. Но, помните, я вам рассказывала о том, что веду каталог своих заказов. И у меня два интернет-магазина, которые мне на сегодняшний день не прислали саженцы. Это Урожайка магазин и магазин Долина растений. Урожайка отзвонилась, сказала, что у них там не было несколько сортов роз, и я отказалась от их заказа. А магазин Долина растений, я думаю, вот это они и прислали мне саженцы. Давайте откроем и посмотрим, что же там за саженцы. Честно, уже, наверное, час прошел, как я смотрю на эту посылку, и мне страшно ее открывать. Потому что каждый раз, когда я открываю посылки из интернет-магазинов, я так расстраиваюсь. И хочу каждого из вас поблагодарить за теплые слова поддержки. Друзья мои, я не уверена, что без вас бы справилась с этим эмоциональным напряжением, которое возникает каждый раз после посылок из интернет-магазинов. Спасибо вам огромное. Ну, нет слов, чтобы выразить мою благодарность каждому из вас за поддержку. Такие теплые, такие нежные слова, что... Ну, это настолько трогательно, что я понимаю, что верной дорогой идем, товарищи. Правильно, что я сделала обзор саженцев. Правильно, что я заказала саженцы в интернет-магазинах. И я рада, что людям смогла помочь. Это такое счастье для меня. А теперь хватит лирики. Давайте откроем и посмотрим, что они мне прислали. Друзья, да, действительно, это посылка из магазина «Долина растений». Ну, саженцы упакованы хорошо. Вы это и сами видите. Давайте посмотрим, какого качества саженцы мне прислал данный интернет-магазин. Ну, вот что это за роза? Может, где-то здесь есть какой-то... Саженец ужасного качества. Кроме того, я не вижу, что это за саженец. Я даже если захочу предъявить претензию по нему, как я предъявлю, если я... Ну, сейчас методом исключения попробуем вычислить, что это за саженец. Может быть, все остальные саженцы они подписали. Следующий саженец. Это аспирин роз. Посмотрите, как пророс саженец. Те, кто со мной уже давно понимают, что это ужасного качества саженец. А те, кто только присоединился, наверное, сейчас с ужасом думают о том, что хорошо, что им такое не попалось. Но хочется верить, что вы с такими саженцами, друзья, не встречались. Аспирин роз есть. Видите? Он сухой. Вот он сухой. То есть вот этот вот побег, он негодный. Я его обрежу. Но вот есть живая почка. Вот этот вот побег тоже не пойдет в рост. Вот это сто процентов. Посмотрите, как они проросли. Видите? Обломанные, проросшие, сухие. Это роза Эл. Я ее заказала, потому что почитала, что она очень ароматная. Очень люблю ароматные розы. Да и цвет у нее настолько приятный, такой романтичный. Кораллово-лососевого цвета она. Но, видимо, ничего не получится. Я очень постараюсь. Оставайтесь со мной. Вы посмотрите, как будут приживаться розы из интернет-магазина Долина Растений. А пока... Пока. Это же просто ужас, а не саженц. Роза Августа Луиза. Я редко встречаю розоводов, которые бы не хотели иметь розочку Августа Луиза в своем саду. Удивительной красоты роза. Хочется верить, что вот из этого саженца слабенького, проросшего, вырастет прекрасная роза сорта Августа Луиза. Хочется верить, что это не пересорт. Роза Красная Шапочка. Ужасный саженец. Просто ужасный. Мало того, что побегов мало, он пророс, он еще и сухой. Я вот не могу понять, почему так долго отправляя... Магазин собирал мне посылку. Что вырастет из этой розы? Мы с вами увидим чуть позднее. Роза Розен Фасцинацион. Неплохой был бы саженец, даже несмотря на то, что только два побега. Ну, неплохой он, если бы не пророс до такой степени. Обидно, конечно. Мне так обидно. Вот она же живая. Это живое растение. Да, вот оно так мучается, растет в этом пакете. Ведь его же можно было высадить уже давным-давно, если магазин более тесно сотрудничал со своими покупателями. Ну что, друзья мои, вот эта роза, розочка под названием... Помните, самая первая без опознавательных знаков ужасного качества? Шон Вон Си эта роза. Мы сегодня с вами посмотрели саженцы из интернет-магазина Долина Растений. Вы видите, какого качества пришли саженцы. Нет, это не значит, что я их долго не забирала на почте. Мне вчера пришло смс-оповещение, что саженцы пришли на Европочту. Я приехала сегодня с утра, их забрала. И уже вот через 20 минут делаем мы с вами обзор посылки. Саженцы ужасного качества. Я попытаюсь их выходить. Я вам расскажу, как они будут развиваться. Но, дорогие мои гости канала, мои подписчики любимые, если у вас есть возможность покупать розы в питомниках, покупайте розы в питомниках. Интернет-магазины на сегодняшний день не могут нам предложить качественный товар. Я сейчас назову магазин Дивный сад по качеству саженцев. Они мне прислали хорошие саженцы. Все остальные магазины, но не очень хорошие саженцы. Ну, правда. Я стараюсь оптимистично мыслить и говорить с вами тут, сохранять оптимизм. Но это сложно, когда видишь вот такого качества саженцы. Я обращаюсь в первую очередь сейчас к белорусам. Друзья мои, пожалуйста, подскажите мне питомники, в которых можно в Беларуси приобрести розы. Потому что я живу в Бресте и рядом с Брестом знаю лишь один питомник, но сорта, которые там предлагаются, мне не интересны. Может быть, у вас есть опыт приобретения саженцев в каких-то других питомниках, о которых я не знаю. Я вам предлагаю эксперимент. А давайте закажем с вами саженцы в питомниках на следующую весну. Я сделаю обзор по каждому питомнику. Мне кажется, это будет интересная тема. Ну что, на сегодня у меня все. Посмотрели мы посылку из интернет-магазина Долина растений. Видите качество саженцев, которые прислал этот интернет-магазин. Да, я предъявлю претензию и потом вам расскажу, как на эту претензию отреагирует магазин. На сегодня у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Впереди у нас с вами еще очень много всего интересного. Обожаю вас. До свидания.